Привет, друзья! Меня зовут Роман, и сегодня мы с вами поговорим о новинках домашней уборки, об аккумуляторных пылесосах. Аккумуляторный пылесос. Что-то я ему не верю. Вот, например, мой. Я его воткнула в розетку и могу убираться, сколько захочу, не боясь, что он может выключиться. Ключевое слово. Подкнула в розетку. Размотать шнур, собрать шланги, перемещаться от розетки к розетке. Зачем? Когда достаточно нажать на кнопку и начать уборку в квартире. А емкости аккумулятора этого пылесоса хватает ровно на 30 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы провести уборку в квартире. И все-таки он очень маленький, и я совершенно не уверена, что он справится со всеми проблемами в доме во время уборки. Поверь мне, несмотря на то, что он маленький, его мощности вполне достаточно для того, чтобы убрать грязь из пола, собрать мелкий мусор, крошки и даже собачью шерсть и шерсть животных. А еще, в отличие, кстати, от твоего пылесоса, этим пылесосом можно собирать пролитую жидкость. Да, мой пылесос, конечно, очень тяжелый, и всем эта проблема знакома. Интересно, сколько весит твой пылесос? А мой пылесос весит меньше трех килограмм. И еще, для того, чтобы им пользоваться, не надо его таскать из угла в угол. Его можно катать. На, попробуй. Ой, ой, как легко и удобно. Но еще он очень красивый. Вот мой мне приходится прятать в шкафу, а этот я бы с удовольствием поставила в комнате, и он бы не испортил мне интерьер. Для этого мы и работали. Мы специально разрабатывали этот дизайн, выбирали этот цвет, чтобы этот пылесос можно было вписать в любой интерьер. А если ты все-таки решишь убрать этот пылесос, тебе достаточно нажать на кнопку, сложить ручку, и он превращается в маленький компактный девайс, который можно спрятать в самом маленьком огромном месте. Ну что, меня действительно заинтересовала эта вещь, и мне бы очень хотелось посмотреть, на что она способна. Конечно, давай попробуем. Тем более у нас есть на чем проверить возможности нашего пылесоса. Смотри, у нас здесь классический набор домашнего мусора. Попкорн, собачья шерсть, дети накрошили печеньем, кто-то зашел в грязные обуви и рассыпали продукты на кухне, но и в заключении хлебные крошки. Я как хозяйка знаю, что очень тяжело убирать разные виды поверхностей. Давай мы с тобой проэкспериментируем на диване, на ковре и на паркете. Ну что, начнем с самого распространенного вида мусора. Итак, хлебные крошки на ковре. А я пока создам немыслимую собаку, которая ела попкорн на кресле. Так, ну тогда на паркет остается земля, как всегда, возле входа. Ну и мусор на кухне. Греча, соль. А дети, например, насыпали печенье. Да. Ну что, попробуем этому пылесосу устроить настоящий стресс-тест. И про пылесоси все сразу. Давай. Какой же он маневренный, я даже не ожидала. Благодаря светодиодной подсветке, вы не пропустите ни одной пылинки, даже в самых затемненных местах, с плохим освещением или в углах. Самое для меня сложное, это убрать кресло. Со старым, со своим пылесосом я знаю, как быть. Снимаешь трубку, шлангом вычищаешь все. На первый взгляд, твой пылесос достаточно массивен. Как справится он с этой задачей? А вот сейчас я тебя удивлю. Это не один, это два пылесоса в одном. Ух ты. И вот этим маленьким помощником можно убрать и мебель, и все труднодоступные места. Какой же прекрасный пылесос, что у него нету мешков. Их не надо искать по магазинам. А еще у него есть прозрачный бокс, и сразу видно, когда его пора очистить. В отличие от твоего старого пылесоса, в котором используются мешки, этим малышом можно собирать пролитые жидкости, и мы можем протестировать это на молоке. Я влюблена в этот пылесос. Он очень легкий, у него прекрасный дизайн. Он убирает совершенно любой вид мусора и убирает воду, а это очень важно. Обязательно расскажу всем своим подружкам. Но после того, что мы сегодня увидели, наверняка цена у него не самая маленькая. Да, и учитывая все его преимущества, цена в 32 тысячи рублей мне кажется такой уж высокой. 32 тысячи рублей цена не с дешевых. Но его можно получить в подарок, развивая свой собственный бизнес вместе с компанией Фаберлик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...